Всем привет и хорошее настроение! Рад вас видеть на борту своего корабля! И мы продолжаем проходить с вами игру Святые Картошечки в Космосе! Так, давайте посмотрим, что мы можем здесь сделать. Так, здесь у нас что? Здесь у нас все нормально, все пучком, все делается. Так, давайте, наверное, ребята, с вами сделаем какое-нибудь оружие. Так, Сияющий Щит атакует все, укрепляет всех... А, укрепление всех деталей вашего корабля. Сияющий Щит. Атака, конечно, мне не нравится. Ну что же, я думаю, наверное, ребята, стоит по ресурсам, как раз нам подходит. Давайте, поставим его. И я думаю, давайте еще что-нибудь влепим, а? Деньги есть, ресурсы есть. Ну, разрядник, мне как-то не ахти. Ну, давай, 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 что у нас тут еще? Давайте, что-нибудь хорошенькое мне. Так, Пепел Феникса. Пепел Феникса заманчиво. Ну, я не знаю. Ну, давайте его на всякий случай сделаем, чтобы он был у нас. Потому что, сами видели, они любят его уничтожать у меня. И так, Звездный Мушкет. Три случайные атаки по цели. Мощный удар с вероятностью 10%. Спирическая. Ну, что же, давайте, наверное, я думаю, тоже его поставим. Уж больно хотелось бы посмотреть, что это за орудие такое. Иди, красавчик мой. Где ты там? Нет, давайте мы поменяем. Пафиум у нас пойдет за орудие. А крафтер, действительно, крафтер будет у нас делать... Куда ты, не сюда зашел? А крафтер будет у нас делать оружие. Так, ну что, вроде бы и все, в принципе, да? Полетели на Звездодром. Посмотрим, что там можно нам приобрести. 25 дней у нас осталось. Ну что, вот мы прибыли. Так, подлечились. Заправились. Так, пушка уже сделалась у нас. Давайте глянем здесь. Так, улучшение крафта. Укрепление корпуса. И улучшение науки. Так, подождите. Давайте-ка мы, наверное, купим себе генератор. Давайте вот... Этот идет в минус. Давайте вот этот приобретем, наверное, ребята. Потому что этот 120 в минус, а этот идет 107 в плюс. И теперь, наверное, еще корпус укрепим, а? Ну, просто шикарно, ребята. Ух, я чувствую себя королем галактики, ребята. Так. Подождите, не сюда зашел. Ну что, давайте, наверное... Планет у нас тут много неизученных. Так что полетели. Как говорится, есть где разгуляться. 24 дня у нас. Мы все, охотимся за генералом Вегой. Ага, в лаборатории у нас закончилось изучение. Так, здесь пушка тоже сделана. Ну что, иди крафтить следующую тогда. А мы посмотрим, что можно здесь влепить. Так, римбригады все сделано. Давайте вот это сделаем. Чтобы тратить как можно меньше горючего на перелеты всякие. И приступаем к изучению, ребята. Погнали. Так, планета какая-то жаркая, я смотрю. Не трусь, не трусь цыпа, он говорит мне, да? Это говорит мне какое-то протухшее яйцо. Давайте, ребята, его разобьем в смятку и выкинем на помойку, как израсходованный материал. Ну а тем временем мы его будем потихонечку разбирать. Так, ракетница у него пошла. Он горит. Огненная буря у нас тут. Температурные условия, так сказать. Ну, думаю, нам это не помеха. Так, все, кнопки не стало у него. Опять он своей базуки шпарит, а? Надо ее сносить, ребят. Слишком она мне доставляет много дискомфорта. Ну как так? Ну почему не уничтожили, а? Зажигательная смесь поджигает, я так понимаю. Орудие. Ну что, я думаю, сейчас должны две пушки снести как минимум. Ё-моё, нифига себе, вот это фортануло. Ха, 8 тысяч получили. И со спокойной совестью летим далее. Так, событие номер 2. Мобила. Знакомый же звонок разносится по кораблю. Слушаю вас, мобила. Нет, только не он снова. Еще раз здравствуйте, мисс Кэсси. Так приятно снова увидеться с вами. У меня для вас самые лучшие цены. Торгаш-мо указывает на два предмета на полке у себя за спиной. Во-первых, здесь у нас чароплюшка. Это таинственное устройство, в котором, как предполагается, спрятана карта сокровищ. Если вы, конечно, сможете ее открыть. Во-вторых, у нас тут чароплюйка. Это необычное приспособление может привести вас к источнику вечной молодости. Если вы сообразите, как им воспользоваться. Кэсси, как завороженная, слушает торгаша-мо. Фэй позади Кэсси только закатывает глаза. Вы можете приобрести один из этих двух предметов за 7500. Поворачиваясь к Фэй, торгаш-мо пожимает плечами. Можете обломать кайф и не покупать ничего. У нас всего 17 тысяч. Глаза Кэсси перебегают с одного предмета на другой. Она раскрывает рот. Отличный выбор, мисс Кэсси. Торгаш-мо отдает чароплюшку в обмен на чипсы. И довольной сделкой отбывает. Кэсси возится с чароплюшкой, пытаясь открыть ее. Ты что, правда думаешь, что в этой штуковине может быть карта сокровищ? Да ну тебя. Тайны, это же самое главное. Ты сможешь открыть ее. Я? Так, чароплюшка. Плюс один. Сам не понимаю, для чего нам это все нужно. Ну и для чего это же нужно. Ага, ребята, опять эти космокоты. Уже, если честно, они достали. На самом деле, уж больно часто они нам попадаются. Вместе с этим мобилой, кстати. С торгашом. Ладно, тут я ничего не буду говорить, потому что это уже 333 раза все сказано-рассказано. Опять они дадут нам очередной черчеж. Какого-нибудь орудия. Как всегда, наверное, бесполезного. В общем, просто-просто посмотрим. Так, а я вот думаю, у нас осталось 22 дня. Мы идем за генералом Вега. Может быть, сразу к нему полететь, а? Или все-таки покрафтить. Я не знаю, для чего мне сейчас нужны будут чипы. Хотя, в принципе, если прикинуть, там еще крафт можно купить. Науку, вроде бы, если не ошибаюсь. В общем, деньги есть куда потратить. Надо их только заработать. Ну и что мы получили? Огурцы-мед 9 уровня. Он у меня, к счастью, уже есть. Так, опять случайная битва. Кэсси и Фейвстрич. Ага, ну это понятно. Тоже это было корабль А. Ну что же, давайте ему звезданем в одной из орудий. Так, ну он сматывается. В следующий раз я попробую стрельнуть ему в корпус. Опять событие номер 5. Пробка. Так. Давай вокруг поедем. Топливо минус 20. Ну это для меня не критично. О, а вот и первый враг. Луковка. Так, что у него тут за вооружение такое интересное? Что это за оружие внизу? Так, суккуб. Ну, я не знаю даже. Давайте, наверное, вот эту торпеду снесем. Конечно, снесли аж два раза. Ух, какой нищенский урон. А вот гарпунаты, наверное, своего брака... Ой, гарпунатки. В торпеды ты своей, брат, лишишься. Я же говорил. Так, ну а теперь... Ага, прикрыл. Хотел только суккуба уничтожить, а он лучше прикрыл щитом. Ну и правильно делает. Будет отхиливать свое оружие. О, вот эта вот пушка мне не нравится, ребят. Надо ее сносить. Вот так будет самое то. Ну? Ох ты! Вот это... Вот это я называю бой. Так, елки-палки, он щитом прикрылся, а? Ну ладно, снесем щит для начала. Все, теперь у меня жилец. Смотри-ка, что творит, а? Такая пушка довольно мощная у него. Все, готовчинка. Так, 7300. Лети отсюда. Так, ну и мы прошли, да? По идее так должен. Да, и мы завершили изучение. Заработали мы копейки, наверное, с вами. 29 тысяч. Угу. Зато вчера плюшку получили. Так, феникс у нас сделался. Давайте будем доделывать это орудие. Ну что же, все у нас пока на мази. Да, феникс, иди сюда. Ну, два феникса, я даже не знаю. Ну, в принципе, будет нормально. Чипы изучить или на перемещение. Давай, чипы. Где крафтер-то? Вот он. Вот он мой крафтер. Прячется там где-то. Так, встаем сюда. Да, потому что ты у меня боец все-таки. Давай-ка что-нибудь тебе изучим. Крафтер ты мой. Ненаглядный. Так. Давай-ка вот этот, наверное, щит, я думаю, тебе, да? 15% к снижению. Ну, и что, ребята? Давайте, наверное, куда-то слетаем. Враждебное, неизученное. Давайте сюда полетели. Хотя, там уже можно было бы долететь до нашего основного задания. Ну, заработаем немножко денег все-таки. Так, планета Кес. У нас, я смотрю, скрафтилась пушка. И, я думаю, есть смысл поменять на феникс. Заодно мы посмотрим ее в бою. Давайте сделаем так. Ну, что же. Давайте приступим к изучению теперь уже. Поехали. Вы не уйдете отсюда живыми. Ты смотрите-ка, а. Корабль с такой же пушкой, как у меня. Это что, специальное совпадение? Опять враг. У нас бесформенное тело. Так, ну давайте снесем ему это орудие. Не знаю, что оно делает. Честно говоря, не особо хочу знать с его стороны. Со своей стороны я обязательно сейчас проверю. Давайте бомбанем сюда. Посмотрим. Опа. Ну, что же. Думаю, неплохо. Да, бьет оно не слабо, между прочим, ребят. Надо сносить его. Еще залпик. Ну, надеюсь, сейчас мы его снесем, да? Все замечательно. Обездвижен. О, да и он ночью и промахивается. Ну все, братишка. Подписал ты себе приговор. Уж извини. Что ты такой мазила? Ё-моё. Вот это наклепает. Ребята, моему восторгу нет предела. Осталось одно орудие. Какой-то призрак. Я не знаю, кто тут капитан этого корабля. Ну что. Так. Он собирается уничтожить мой корабль. Ну, братишка, ты уж извини. Этого я тебе позволить. Ну, никак не могу. Мой корабль имба. И чтоб ты его еще и уничтожил. Нет. Не бывать этому. Ну все. Я думаю, этого будет достаточно, чтобы разнести его в пух и прах. Погода у нас токсичный туман. Опа-на. Неплохо мы заработали. Лататель. Что это за оружие такое, лататель? Событие номер два. Самоучитель. Эй, барышня, гляжу я на вас и вижу большой потенциал. Кстати, по-моему, это задание уже было. Да не будем мы, наверное, у него ничего покупать. Сколько раз я уже брал. Ерунда какая-то. Да, конечно. Я бы мог. Да ты бы, как всегда. И все, что ли? Ну, я не ожидал, что она такая будет коротенькая. Ладно. 21 день. Так, в лаборатории закончили у нас изучение. Ну, а мы с вами летим. Куда нам слететь? Давайте, наверное, сюда, ребят, слетаем. Размер большой. Какой-то неизвестный причем. Хм. Полетели. Я хочу, чтобы были нормальные враги. Нормальная атака. Что это? Как это? Сцилла. Название-то, а? Планеты. Чтобы можно было заработать денег побольше. Так. Давай кого-нибудь поставим, чтобы еще изучал навыки. Блин, он уже освоил его полностью. Ну, я думаю, не знаю. Давайте вот этот вот. Негативку снимает. А у этого вообще все изучено? Красота ты моя. Так. Да что такое-то? Че? Давай, наверное, вот. А у нее, по-моему, тоже все освоено, да? Да почему не выбирается? А что случилось? Давайте выйдем. Че-то заело. Вот. Ну, давай. Это последнее, как говорится. Что тебе можно изучить. Так. А здесь мы поставим усиленную обшивку, наверное, ребят. Ну-ка. Так. Обогащение. Обогащение. Или упругий металл. Давайте обогащение мы сделаем. Иди сюда, родной. Блин, у меня не хватает денег, ребята. Вот лопухнулся. Ладно, давайте немножечко заработаем. И первый враг. Нет его. Да елки-палки. Пропускаем это все, ребята. Наконец-то я понял, что можно здесь пропускать все. Испепелитель девятого уровня. Он вам черчешь. Ну что, опять-то опять пробка. Опять мы ее пролетаем. Но ничего особого мы не теряем. Теряем только в топливе. Ну что же, летим далее. Событие три. И здесь у нас заправка. Ну тут все коротко и ясно. Мы проезжаем далее. Мы здесь заправляться не будем. И у нас четвертое событие, так? Да, верно. Ящик в пространстве. Да? Ну давайте возьмем. Замечательный был ящик. Ну, в принципе, все это ерунда. Так, ну наконец-то нам встречается огурец. Ну давайте делаем бочку. И начинаем его разбирать. Давайте, наверное, не знаю. Феникс, Сукубус. Давайте Фукубус ему снесем. Так, снесли, конечно. А он начинает у нас ракетами шмалять, значит. Да? Ну ладно. Давайте еще залп. У нас как раз не должно быть промашки. Но не снесли почему-то. Видно, не хватило мощей. Так, одного залпа будет достаточно. Давайте теперь вот эту ракетницу уничтожим. В пафе стрельнет. Великолепно просто получилось. Надо бы, конечно, добить ракетницу эту. Но мне не нравится Феникс. Давайте уничтожим его. Что с погодом у нас? А, понятно, она была. Все. Феникса нет. Теперь разбираем ракетницу. С ними теперь никакого особого труда не будет. Так, всего три. Ну ладно, пускай будет три. Хорошо. И последняя. Заключительная пушка. Надеюсь, этого хватит. Да какого лешего ты промахиваешь? Смотрите, как ракетница жарит, а? Хорошо, но я не прикрыл щитом. Так, ну ладно. Что-то мы промахивались, конечно. Почти девятышки где-то вдали. И мы летим с вами далее, ребята. На последнее событие, так ведь? Да, шестое событие. Вы не уйдете отсюда живыми. Так, ребята, опять этот призрак. Он бесспорно нас встречает. Давайте сносить все, что нам попадется. Корабль ему, конечно, крупненький. Тут ничего не скажешь. Но... Так. Пушка такая, да, мощная? Но это мощнее будет. Давайте вот эту сначала. Так, двойной урон прошел. Это хорошо. Так, нам нужен отхилл. Поэтому я поставлю на выстрел в парь. Она, может быть, конечно, и страшная была. Ну, смотрите, как разнесло-то ее, а. Теперь давайте вот эту вот банги уринок косить. Смотри, крепкая оказалась. Три попытки. Ох ты, какого лешего ты меня снес с Пленекса? Ты что, обурел? Нет, ну это вообще что-то... Наглость какая-то. Смотри, с него, с его стороны. Ну-ка, на нафиг. Хмырь болотный. Если мне не изменяет память, этот человечек бесспорный. Он просто так не сдастся. Он будет пробовать уничтожить наш корабль. Я, правда, не знаю чем. Без оружия, без всего. Но так оно и должно, по идее, быть. Ладно, сейчас мы сносим у него орудие и смотрим, будет он сматываться или нет. Так, замечательно. Разнесли ему пушку. Да, вот он и пишет, что хочет уничтожить мой корабль. Я до сих пор не могу понять, как он хочет сделать. Но этому не суждено быть, потому что сейчас ему край. Все. Этого будет достаточно. Как же он мне феникса тоснет, да? Ну хорошо, что у нас на складе есть еще один. Или два даже. Но это не суть. Сейчас мы просто ее заменим. Так, ну что? Да, мы изучение завершили. Получили сколько денег? Так, 32 тысячи. Угу. Ой, у нас склад-то переполнен, ребятушки. Надо от чего-то избавляться. Давайте вот, наверное, от низкосортного оружия избавимся. Так, еще два надо убрать, а? Так, тебя и, наверное, давай сюда. Все. Так, 19 дней у нас осталось. Давайте поставим оружие. Погодите. А как это так? Что-то я немножко не врубился. Очень интересно, ребята. У нас феникс. А может быть, он автоматически ставится? Если есть в запасе. Ладно, это мы готов, который проверим. А сейчас, ребята, летим на новую планету. Хотя это не новая совсем. Кес мы на ней уже были. Давайте изучим ее. Набьем еще немножко денег. Феникс. Опять ты. И опять с тем же самым вооружением, а? Только в другом порядке все это находится у него. Ну ладно. Придется его уничтожать. Я вот думаю, стоит вообще пухер избрать. Или прямо в корпус бить. Давайте вот эту вот штуку снесем. Она в тот раз не уничтожила феникс. Больше я такого позорить себе не могу. Слишком дорогая роскошь. Смотрите, он опять шмаляет по нему, а? Так, ну все, ему крышка. Давайте вот эту, наверное, в следующем будет. Почему я так мало могу выстрел сделать? Да какого лишнего ты промазал-то? Так, ну хорошо, в щит попал. Давайте на верность вот так же. Будем опять на пистолет. Ну все, нормально. Так, он мне понизил защиту. Это, видимо, вот это оружие делает. Так, ну. Три залпа, думаю, да так. Все, осталось одно урожие. И корпус. Кстати, что-то я заметил. Эти ребята зачастили здесь. Спиритическая. Крейсер спиритическая называется. Замечательно. Название для него. Ну что же, разбираем корпус. И забираем все, что нужно. И деньги. И оружие. Все, гудбай. Мой достойный друг. Ну а мы летим далее. Так, событие какое-то, да? Сигнал бедствия. Так, что? Ну давайте дадим ему нам волокна. Так, 4172. Меня... Да как так быстро мы проходим эти планеты? Немножко неудачная планета. Всего один бой. Ну да и ладно. Так, ну от чего можно избавиться-то? Давайте вот, наверное, от этой ерунды. А что я с этой торпедой-то до сих пор летаю? Надо тоже ее убрать. Так, в учебке у нас завершено. Ну что же, наверное, полетим на космофор. Хлама у нас накопилось. Будь здоров. 16 дней у нас еще в запасе. Это замечательно. Ну что же, ребята, вот мы и прибыли. Давайте зайдем с вами в магазин и посмотрим, что там есть. А на выбор у нас дофига чего есть, ребята. Генераторы. Накопители. Нам надо будет потом как-то накопитель купить. Сейчас пока у нас не позволяют деньги этого сделать. Но есть один маленький выход. Продать лишнее оружие, которое у нас в избытке. Давайте зайдем в вооруженную. На наш склад. Так, тебя на продажу. Грахомет тоже продадим. Так, вот это тоже надо продать. Избавляемся от хлама, как говорится. Так, мыльный спрей обязательно. Тебя тоже продадим. Ракеты. Все равно я ими не пользуюсь, поэтому не жалко. Так, ну насчет тебя мы еще подумаем. Так, деструктор. Не знаю, буду ли я им когда-нибудь пользоваться. Ладно, подумаем пока. Так, летатель. Так, летатель. А, лататель. Лататель, ладно, пускай пока будет. Тебя на продажу. Тебя тоже. Так, еще одна ракета. Иди вон. Этим я вообще никогда не пользовался. Тоже пошел отсюда. Так, ну что, дымоход этот. Иди отсюда. Так, эту-то. Ладно. Эту, наверное, мы, ребята, оставим. Ну что же. От оружия мы избавились. Давайте теперь что-нибудь здесь купим. Так, три накопителя заряда. Каждый по-своему хорош. Так, плюс пять, плюс два. Облегченный. Плюс четырнадцать, плюс восемь. Так, я даже не знаю, ребята, какой лучше взять-то, а? Если честно, мне неохота идти в минус себе. Ну и в слабый плюс тоже неохота. Вот незадача, а? Так, а что с щитами у нас? Не, щиты, по-моему, это уже все. Щиты мы полностью купили, поэтому давайте на заряде остановимся. И, наверное, я даже не знаю, какой лучше взять-то, а, ребят, все-таки. Вот этот? Или вот этот? За 53 или за 57, а? Давайте за 57. Как говорится, была-не была. Так, давайте купим улучшение крафта. Ну что, наверное, на этом пока все. Ну что, можно, в принципе, сейчас глянем, что у нас тут на корабле. Так, на корабле у нас все отлично. Кстати, у нас две ячейки для экипажа. Давайте глянем, что нам предлагают. Нет, ты что-то как-то мне не особо подходишь. Это тоже. Выбор, конечно, ребята, очень плохой. Лентяй и мастер-ломастер. Ну вот зачем мне такой нужен, а? Королева бежит от злобной федерации. Клубень в бегах. Нет, какой-то контингент вообще нам не подходящий. Ладно, ребят, давайте, наверное, полетим с вами. Так, а куда нам полетит? Полетели, наверное, мы с вами на задачу. Пятнадцать дней в запасе. Мы сделаем задачу, по-моему, а там уже будет все у нас видно. Так, полетели. Еще один день прошел. Добро пожаловать на планету Никира. Так, давайте-ка глянем пилота у нас. Вот, что я хотел посмотреть. Где у меня второй наш пилот? Пилот Фэй. Смотрите, у нее новые скиллы. Призы Феникса. Восстанавливает одно случайно уничтоженное оружие с 75%. Силовые линии. Смена погоды. Да. А почему, интересно, на моем основном персонаже не добавили новых скиллов, а? С какого перепуга? Где справедливость, я вас спрашиваю? Ладно, ребята, давайте делать задачу. О, флот сопротивления здесь, сэр. Прекрасно. Огонь по моему приказу. Огонь. Что? Это еще что такое? Кто-то выстрелил по одному из наших кораблей. Мы обнаружены. Эй, генерал Вега, вам понравилась наша засада на вашу засаду? Ха-ха. А вы что здесь делаете? Детям положено сидеть дома и не вмешиваться в дела от взрослых. А раз так, тебе пора на пенсию, дедуля. Ты еще не сгнил внутри? Мы собираемся остановить тебя из отмения. Тебе не удастся убить всех этих людей. Хм, и что же вы собираетесь сделать? Вы и дедушку-то своего разыскать не можете? Или вы так просто сдались? Да, разумеется, мы не сдались. Мы по-прежнему ведем поиски Джиджи. Но это не значит, что по дороге мы не можем никому помочь. Более того, может ты облегчишь наш труд и сразу скажешь, где вы держите Джиджи, когда мы тебя победим? Попробуйте, попробуйте, зелень огородный. Посмотрим, как вам понравится бой с волкусом. Так, ребята, у нас босс. Думаю, мы бздеть не будем, а просто наковыляем этому мелкому сварчку. Я надеюсь, что его наковыляем. Иди сюда и сражайся честно. Покажи свою решимость. Пусть все будет по-честному. Честная игра. Так, интересно, что он тут задумал, а? Ого. Ну ладно, это хорошо. Ну мы делаем, как обычно, по стандарту нашу любимую бочку. И начнем потихоньку атаковать. Давайте, наверное, я не знаю. С верхнего орудия оно более грозно выглядит. Попадим. О, замечательно. Смотри-ка. Промах, сынуля. Так, ладно. Точнее не сынуля, я даже сказал дедуля. Кем бы лучше, давай, наверное, тобой. Ну-ка, 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 давай-ка. Бабах, и нет твоей пушки. Прикройте меня. Огонь на подавление. Ну, это брат тебя, наверное, не спасет. Что он такое сделал? Что-то там такое было-то. Эй, ты завязывай давай, старик. Давайте какой-то странный меч. Оружие меч. Надо сносить. Так, чем он там пуляет, а? Так, защита, атака, меткость. Все повышено. Это же просто изумительно. Ну что же. Давайте еще один залпик. Красота. Что-то на это скажешь-то. Устранение угроза. Что такое он сделал? Не врубился. Чем он уравнял-то, я так и не понял. Ладно, ребята, давайте ему добивать последнюю пушку. Ну, я надеюсь, у него не будет там всяких этих, как обычно, восстановлений. Ну и прочие ерунды. Срочно требуется восстановление. Контроль повреждений. Так, получил иммунитет. И что, ничего не дал? Ну, я хвань того, что он ничего не сделал. Ну что же, братишка, получай тогда сейчас. Давайте повысим еще себе крит. Смелость, как говорится, города берет. Ну, а теперь можно сделать и залп. Давайте-ка вот этой вот пушкой и вот этой. И... Какого хрена? Какой пром? А, нет, попали. С одного орудия все-таки мы попали. Главное, чтобы он ничего не предпринял. А стоял тут тихо и смотрел, как его разбирают. Прикройте меня. Огонь на подавление. Стой, да что такое, что из-за оружия у него по 710 стреляет? Вроде ничего такого нету. Или это у него такой скилл? Ладно, давайте еще бомбаем. 3257. Взарвись ты к чертовой бабушке. Опа-на. Еще не время. Ну, я так и думал, ребята, что... Что-то в этом... В этом роде у него произойдет. Так, ну у нас как? Корпус-то у нас, ребятушки, хлипковатый. Ну и у него тоже не сахар. Давайте попробуем сделать так. В корпус-то мы в любом случае попадем. Счета я не вижу. Давайте. Взорвется, нет? И все, что ли? Старик, ну ты меня расстроил. Победа, ребята. Да это самый легкий босс, которого я вообще когда-либо встречал. 4750. Неплохо. Неплохо дали нам денег. Так. Сохранено. Ну что же, дорогие мои. Я так понимаю, мы выполнили задание, да? Осталось только нажать. И все. На этом. Правая рука хылая. Не стоит его недооценивать. Ну что, нравится, когда вас того и гляди на куски разнесут? Хм, недурно. Вы и в самом деле многому научились. Но и я не так прост. Уф. Все еще пытаешься справиться с нами в таком состоянии? Ну ты упорный тип. Я никогда не опущу оружие и буду сражаться за повелителя ХЛ до последнего. Во веки веков. А как ты оказался на его стороне? Он же тиран. Настоящий диктатор. Он угнетает людей. Он настоящий пророк. Он видит главное. Картину в целом. Это то, на что совершенно не способен Джираджа. Больше того, Хеллу хватает мужества взять на себя ответственность за свой выбор. Молодец. Я верен ему и не предам его никогда. Но это ты зря, братиша. Целую картину и ради этой дурацкой картины уничтожает все кругом? Забудь, Кэсси. Бессалку с ним спорит. Лучше скажи, где Джиджи и дело с концом. Не могу понять, почему вы сражаетесь за Джиджу? Он жалкий трус. Не способный видеть дальше своего носа. Джиджи не трус. Самый настоящий трус. Никогда не был способен сделать то, что нужно. Руки боялся замрать. Вместо этого занимался несущественной чепухой. Он спасал жизни. Он помогал людям. Да, но только потому, что напрочь отказывался видеть целую картину. То, что по-настоящему важно. Есть вещи куда важнее, чем несколько жалких жизней. Помогая им, он обрек остальных на гибель. Вот тут ты ошибаешься. Важнее жизни ничего нет. Хм, похоже, вы с ним из одного теста слеплены. А вы, леди Фэй, вы мне кажется довольно умный. Вы прекрасно понимаете, что я прав и все равно готовы сражаться за него. Пожалуй, ты отчасти и прав. Фэй. Действительно, есть вещи важнее помощи другим людям, ради которых от многого можно отказаться. И все же это не значит, что я не буду сражаться за Джиджи. Не важно, что он сделал. Не важно, что он думает. Джиджи мой дедушка и всегда им останется. Он член моей семьи. Я буду сражаться за него до последнего вздоха. Хм, ясно. Что ж, хорошо. Я сообщу вам местонахождение Джираджи. Что? Серьезно, стоп, но почему? Что ты замышляешь? Ничего, я просто осознал, что ваша верность Джираджи подобна моей верности лорду Хэлу. И ни один из нас не готов отступить или отречься, леди Фэй. Тогда почему? Я уважаю вашу верность, хоть и не уважаю того, кому вы верны. И к тому же вы победили меня. Пусть информация будет вам наградой. Кроме того, даже если вы узнаете, где он находится, вам никогда до него не добраться. Что? Меня вы победили, но с лордом Хэлом вам никогда не справиться. У него слишком высокая цель в жизни, чтобы проиграть вам. Да ладно, придется победить его и доказать, что ты ошибаешься. Я с удовольствием посмотрю на это. Что, опять драться с ним или... Ну, и что нам теперь делать? Прорваться в главный штаб затмения? Хм, кажется, я знаю, что делать. Предоставь это мне. Так, ну и что нам делать, ребята, на самом деле? Я даже не знаю. Куда нам прорваться? Ну, походу... А, нам надо отсюда просто убираться. Ладно, ребята, на этом я буду заканчивать этот выпуск. Всем спасибо за просмотр. И увидимся с вами в следующих сериях. Всем пока!